здравствуйте с вами она добро пожаловать на мой канал здоровом образе жизни сегодня я хочу вам ответить на пару вопросов которые были заданы в чате здоровья в телеграме речь шла о таких продуктах как coral mine или вода с coral mine и аж минус 500 дело в том что оба этих продукта дают нам энергию и вопрос был почему же мы становимся сонливыми иногда принимая эти продукты дело в том что когда мы делаем воду с coral mine то ее заряд падает до минус 100 то есть она дает нам много энергии а если мы еще добавляем аж минус 500 то минус 500 это и есть этот заряд который получает вода то есть это дает нам очень много энергии если мы совмещаем эти продукты вместе например готовим коралловую воду на ночь и бросаем туда одну капсулу h-500 то этот заряд увеличивается за ночь еще в несколько раз то есть может достигнуть 700 минус 700 минус 800 минус 900 или вольт это конечно огромный потенциал энергии который мы как говорится с утра начинаем поить наш организм и давать эту энергию нашему организму так вот энергия это тратится на всевозможные процессы в нашем организме если мы долго были в каком-то таком компенсивном компенсивном состоянии то может быть что эта энергия нам потребуется на восстановление органов на их очищение и теперь надо посмотреть а для чего же нужен вообще сон как раз для этих процессов то есть сон он разделен на промежутки в полтора часа час 15 минут длится восстановление и очищение на физическом уровне то есть здесь начинает работать наш самый сильный выделительный очистительный орган это печень а 15 минут это идет очистка и восстановление как говорится на психическом уровне и вот представляете что люди давно уже имеющие проблемы с органами выделения вообще с выделением с очищением организма которые зашлакованы много токсинов у них сейчас им дали энергию дают эти процессы наконец-то могут внедриться в жизнь да и наконец-то протекать нормально и конечно же здесь разрабатывает парасимпатическая нервная система которая в принципе отвечает вот за это за спокойствие за сон и так далее за очищение за восстановление и поэтому может хотеться даже днем немножко спать сонливость такая возникает что вот эти процессы запустились как можно активнее затем постепенно начинает еще очищаться и наш мозг и в мозгу находится такой такой орган как щитовидка шишковидная железа или это как бы третья третий глаз моего еще называем да потому что он соединяет нас со всей вселенной и он кстати отвечает этот орган за цирк идеальные ритмы да то есть за бодстрование и за сон вырабатывает гормон мелатонин который за это отвечает вот представляете мы начали очистку организма да и это железа тоже запустилась работу или запускается в работу постепенно то есть этот гормон он бы как бы выделяется сейчас вот так вот ну какими такими рывками это знают все женщины которые хотят забеременеть и отложили на время свои противозачаточные не сразу тоже не срабатывает этот процесс а может пройти целый год прежде чем у них нормально начнутся опять эти месячные и так далее и в шишковидной железе та же самая проблема то есть она работает сначала скачками и вот это вот выделение мелатонина тоже могут быть такими порывами что ведет опять же к сонливости потому что зачем нужен гормон мелатонин вообще для того чтобы мы спали то есть вообще он рабатывается тогда когда снижается уровень света за окном да начинается активно вырабатывается она склонится ко сну появляется зевота и утром его продукт ну его выделение уменьшается из-за того что опять поступает солнечный свет вот и если это у вас процесс вот сейчас вот наладится это будет какой симптом у вас самый первый то что вам будет хотеться спать где-то с 21 до 22 часов а раньше например вы раньше 12 часов ночи вообще даже не думали о сне то есть у вас налаживается ваши биологические часы ваши биологические ритмы это очень очень хорошо ведь мы же тоже придумали всякие лампочки да всякие освещения чтобы как бы продлить бодрствование на дню природу и не обманешь и поэтому если у вас вот вы заметили такую сонливость где-то к 21 часа вечер то это очень очень хорошо это говорит о том что ваша шишковидная железа наконец-то очистилась от шлаков от токсинов и начала нормально работать кроме того можно еще вас позаписывать времена ну время дня когда вам захотелось спать вот здесь вот позади меня висит такой это часы часы органов по традициональной китайской медицине и можно выйти на тот орган который у вас наиболее нужна и нуждается в поддержке например вам хочется спать всегда там ну где-то с 17 до 19 часов когда особенно активны почки да то есть когда можно в это время еще поддержать различными травмами но у нас есть лопух для этого хорошее средство и так далее да то есть здесь можно уже детально вот так выйти на какой-то один орган если у вас какие-то вопросы еще по этой теме возникнут пожалуйста обращайтесь пишите в чат или в комментариях под этим видео мы обязательно поговорим об этом я постараюсь ответить на ваши вопросы я желаю вам будьте здоровыми счастливыми но обязательно предпринимайте что-то для этого будьте активными